Эритразма у женщин Лечением данной патологии занимается врач-драматолог, гинеколог. Самостоятельное лечение эритразмы может оказаться неэффективным. После такого лечения могут возникнуть рецидивы или даже распространение очага заболевания. Эритразмы у женщин Симптомы Как правило, эритразма проявляется пятном коричневатого, желтоватого или красноватого цвета с неровными краями. Излюбленные места эритразм это сладкие кожи или те места, которые избыточно потеют. Пот создает идеальную среду для размножения микроорганизмов. Диагноз эритразмы ставится по результатам внешнего осмотра и специального обследования. Кроме того, эритразма может сочетаться с грибковыми и бактериальными поражениями. В этом случае она труднее поддается классическому лечению. Лечение эритразм у женщин должно быть своевременным. Для терапии эритразмы применяются следующие группы препаратов. Это антибактериальные мази, антибиотики для приема внутрь, анилиновые красители и другие. У женщин преимущественная локализация эритразм это паховая область. Обострение данной патологии наблюдается в летнее время. Это объясняется тем, что эритразма бурно развивается на разгоряченной потной коже. Профилактика эритразма у женщин. Следует отметить, что эритразма может возникать повторно, после излечения. Если хотите избежать повторного заражения, соблюдайте следующие меры. Проведите дезинфекцию всех предметов, которые контактировали с вашей кожей в период заболевания. Стирка должна проводиться каждый день. Возможно кипячение нижнего белья. Одежда должна обрабатываться паром или проглаживаться утюгом. Используйте лечебные крема даже после уничтожения последнего участка эритразма. Посоветуйте с врачом по поводу длительности применения антибактериальных препаратов. Если у вас повышенное потоотделение, то для оптимального излечения заболевания врачи иногда могут рекомендовать иссечение потовых желез. Подобную операцию проводят в зоне образования очага. Операцию по удалению желез можно провести в период ремиссии заболевания. Используются следующие методы. Иссечение лишней кожи в проблемной зоне. Уничтожение желез ультразвуковым методом. Пересечение симпатических нервов. Если у вас есть сопутствующие заболевания, например диабет или другие эндокринные патологии, обязательно необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Следует понимать, что эритразма это контагиозное заболевание. При контакте с кожей зараженного человека можно заразиться этим эритразмой. Не рекомендуется контактировать с маленькими детьми и людьми преклонного возраста, если у вас есть инфекция. Если у вас есть подозрения на эритразму, следует обратиться к врачу. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok